Присоединяем к нашему эфиру Станислава Желиховского, кандидата политических наук и эксперта международников. Станислав, здравствуйте. Приветствуем. Добрый вечер, студия. По поводу заявления МакКоннелла, новая ОСЗЛА, каким образом, по-вашему, Соединенные Штаты могут с ней справиться и должны с ней справиться? Разный ли это способ? Ну, действительно, лидер республиканцев в Сенате США Мич МакКоннелл на фоне войн в Украине и Израиле назвал Китай, Россию и Иран новой ОСЗЛА, с которой США должны справиться. Стоит отметить, что еще в 2002 году президент США Джордж Буш произнес речь, в которой использовал фразу ОСЗЛА. Речь тогда шла о враждебных Америке странах, которые финансировали террористические группировки и хотели иметь оружие массового поражения. Речь о Ираке, Иране и Северной Корее. Сейчас очень похожая ситуация, когда свободный мир во главе с Соединенными Штатами сталкивается с рядом противников. Разница, однако, в том, что на этот раз эти страны объединяют не только враждебность по отношению к коллективному Западу, но и то, что они еще и работают вместе, чтобы обеспечить свои стратегические интересы, чтобы сместить западный порядок. Примером такого сотрудничества может стать недавняя встреча диктаторов Российской Федерации и Северной Кореи Вадимира Путина и Ким Чин Ина, соответственно. Как известно, Ким заявил о своей полной поддержке Путина и войне России против Украины, что на практике означает вероятное предоставление пхеньяном боеприпасов Российской Федерации, позволяющих продолжать военные действия. И по последним данным так оно и есть. Ну и также в последние годы основной опорой для Российской Федерации является Китай. Тут мы можем говорить о частых визитах высокопоставленных лиц обеих стран. Ну и один из последних примеров это посещение Китая Владимиром Путиным. Также стоит отметить, что война против Украины сблизила противников западного мира. Не только Россию с упомянутыми Северной Кореей и Китайской Народной Республикой, но также Китай и Иран. А также еще одним примером диктаторского альянса является обмен Северной Кореи ядерной технологией с Ираном. Также тут еще стоит добавить, что сближение Ирана и России может многое изменить в нынешней геополитике. Так как именно Иран предоставил России дроны, которые используются в Украине. А сейчас все больше говорится о намерении Тегерана предоставить Москве баллистические ракеты. И мы видели, как Владимир Путин, также, прошу прощения, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил вчера Тегеран, где также могли произойти различного рода встречи и быть какие-то соглашения по этому поводу. Ну и также стоит отметить, что правительство Ирана может стоять за нападениями на Израиль. Видимо, поэтому не зря сенатор МакКоннелл назвал Иран главным спонсором терроризма. Но также в связи со всем этим он отчитал администрацию Джозефа Байдена за катастрофический вывод американских войск из Афганистана. Однако похвалил президента США за увязку помощи Украине и Израилю в его недавнем запросе к Конгрессу, заявив, что он также считает эти конфликты взаимосвязанными. То есть, скажем так, он поддерживает то, что Америка предоставляет помощь обеим странам. И я также на фоне всех этих событий, а также речи Джозефа Байдена могу трактовать, что Вашингтон и дальше будет помогать бороться с такой вот осью зла. Но, правда, есть еще много вызовов, в частности, и во внутренней политике США, и других союзников. Но, тем не менее, думаю, что вместе можно будет преодолеть противоречия и дальше бороться с агрессией. Хорошо. Станислав, смотрите, сенатор МакКоннелл называет Китай частью той самой осью зла. При этом разговоры о том, что, возможно, встреча Си Цзиньпина и Джозефа Байдена, они не прекращаются. По Вашему мнению, сейчас мы видим уже очертания данной встречи? Или ситуация в мире настолько накалена, особенно учитывая последние заявления, что пока ни о какой встрече лидеров США и Поднебесной речи быть не может? Ну, действительно, сейчас много говорится о том, что в ноябре, возможно, произойдет встреча на территории Соединенных Штатов Америки лидеров США и Китая. Но я хотел бы сказать, что даже если сейчас напряжение довольно-таки высоко, это не означает, что встречу могут отложить. Потому что мы должны понимать, что даже в самых кризисных ситуациях возможны такие встречи. И они могут привести к различного рода разрядке. И это можно говорить по примеру холодной войны. Но, тем не менее, скажем так, если Китай дальше будет продолжать поддерживать те или иные военные действия, а я могу об этом говорить, потому что я уже упомянул о северокорейской помощи Российской Федерации. А мы должны также учитывать то, что Пхеньян без Пекина не может свободно действовать на международной арене, в частности, и в контексте предоставления военной помощи. И если дальше Китай будет накалять ситуацию в других регионах, например, вокруг острова Тайвань, либо, скажем, будет подогреваться возможность противостояния Южной Кореи или Японии, ну и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тогда не исключается, что если даже встреча и произойдет, то, скажем так, она будет максимально холодной, максимально сдержанной. И никаких ощутимых результатов за собой не принесет. Поэтому все зависит от того, как будут происходить события в ближайшие несколько недель. В частности, это касается войны в Украине и в Израиле, и в других проблемных точках, где могут быть задействованы большие игроки. Ну, а после того уже будем наблюдать за тем, как дипломатия и как политика будут реагировать на те ситуации, которые будут на протяжении этого времени. Станислав, посол Израиля в ООН Гилат Эрдан потребовал отставки Гутерреша после того, как генсек организации заявил, что нападения Хамас произошли не в вакууме. Вот его цитата. «Нет никакого оправдания или смысла разговаривать с теми, кто выказывает понимание самых ужасных действий, совершенных против граждан Израиля, тем более организация, которая объявлена террористическая», заявил Эрдан. «Я призываю Гутерреша немедленно уйти в отставку», написал Эрдан в соцсети X. О чем говорит это заявление в контексте геополитики? Мы сами знаем, как ООН реагировала на те зверства, которые российская армия совершала в Украине. И не единожды в нашем эфире говорили о бесполезности существования организации объединенных наций. Присоединился Израиль уже с такими обвинениями ООН. Чем это все может закончиться? Ну, в общем-то, да, это действительно очень серьезный сигнал, сигнал самой организации, потому что Украина действительно уже много лет говорит о том, что ее нужно реформировать, так как мы видим, что Россия продолжает войну против Украины, но при этом практически кроме каких-то деклараций ничего от ООН не видно. и как мы видим, что Россия продолжает находиться в совбезе ООН. Также она блокирует, например, различного рода миротворческие миссии в Украину. И, скажем так, много чего не может решаться в этой организации без Российской Федерации. И, как мы видим, Израиль, который до того не сильно реагировал на эту организацию, теперь уже начинает также делать острые заявления в ее адрес. И это очень большой плюс для украинской дипломатии, потому что мы можем таким образом обрести на полях ООН себе хорошего союзника. А это, на минуточку, государство, которое выполняет очень важную миссию в регионе Ближнего Востока, а также имеет очень тесные связи с США, а также с другими странами западного мира. Если же Тель-Авив подключит свои дипломатические рычаги и усилит влияние на партнеров в этом контексте, то тогда можно будет уже говорить про реформацию ООН уже совсем с другой стороны, на качественно новом уровне. То есть мы обретаем в себе весомого союзника. И я также не выключаю, что мы можем приобрести еще больше, особенно если возникнут другие потенциальные горячие точки. И я об этом уже говорил, про регион АТР. Тогда мы можем услышать еще больше голоса тех стран, которые находятся там. То есть фактически можно уже точно говорить, что ООН действительно исчерпала себя как та организация, которая может повлиять на миротворческую деятельность на земном шаре. Ну а также мы можем говорить о том, что фактически не исключается, что можем мы увидеть и закат этой организации как таковой, так как я не исключаю, что возможно и реформировать ее не придется, а возможно придется создавать по-новому, новую организацию, которая бы отвечала всем современным реалиям. И я думаю, что Израиль, как государство, которое также потерпает от полномасштабной агрессии, может в этом нам помочь. Ну что ж, Станислав, на самом деле события развиваются стремительно. Мы будем держать руку на пульсе. С вашей помощью, конечно же, в том числе Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Спасибо.